Ты заходишь в её хижину, а у неё не то, что там пол, это мазанка, пол глиняный. Он просто хорошо натерт ковровьим навозом жидким, для того, чтобы там не было червяков. И вот на этом полу набросаны тряпки и лежали дети. То есть они натирают это для того, чтобы не теряйки не зали? Чтобы не было специальных червяков, которые потом входят в ножки, под кожей живут и вырастают в больших червей. Они специально мажут коровьим навозом. Для того, чтобы это было безопаснее жить. Как это происходит? Это вообще кенийская технология строительства, вековая технология строительства. Когда они строят дома, они собирают навоз животного происхождения. Они берут его, вымачивают в Одессу. Я извиняюсь за подробности, но это правда. И в основном строят женщины. Нет, конечно, есть запах. Женщины в основном строят женщины. И они строят это руками. И так строится, кстати, горные кенийские церкви, в которых мы бываем. Фотографии церквей, пожалуйста, к нам в группу «Женское сердце», Оля. Сделаем. Да, у нас все это есть. Или вы можете просто зайти на наш «Go Dash Pound». Вот этот хэштег «Go with Mission» или «Go with Christ». И у нас там видео много, все абсолютно. Вы можете через YouTube посмотреть, через Facebook. Да, к слову, правильно. Вот Оля заметила, что если вы в Facebook, в поисковике, и люди, которые нас слушают, вы в Facebook, в поисковике забьете английским языком хэштег, да, решеточка «Go with Mission» или «Go with Christ». Вы попадете на наши видео, в которых мы выставили. Видео, фотографии. Все, что мы делали в течение вот этих шести месяцев, там, наверное, будут более 200 видео. Очень интересно. И где-то, наверное, около 300-400 фотографий, которые сейчас находятся в Facebook и в общем доступе. И вот это все возможно увидеть.